Чем ближе Всебелорусское собрание, тем сильнее кипят страсти вокруг него. Еще в августе школы Минска забрасывали зажигательными смесями, били стекла и несли похоронные венки к заборам. Но не прошло и полгода, как учителей и других бюджетников начали переманивать на светлую сторону силы. Правда, делается это все теми же методами. Переход желательно осуществить накануне Всебелорусского собрания. А иначе вас делают невыездным, вашим детям будут угрожать по телефону, лично на вас заведут уголовное дело в Литве, сожгут машину и далее по списку. В целом, попытки срыва ВНС предпринимаются по нескольким направлениям. Первый традиционный путь – это прямые угрозы делегатам собрания через раскрытие их личных данных. Тихановская, к примеру, в интервью американскому изданию обещала внести в санкционные списки врачей и учителей поголовно, которые поддерживают режим. Во-вторых, они пытались увеличить численность акций за счет новых вбросов. И пока Навальный рассказывал про новичок, наши деятели рассказывали про ужасные концлагеря, переделанные из ЛТП. Ну, какая страна, такие преступления режима. В третьем, в качестве десерта, нам собирались привезти аж саму Тихановскую. И мы уже было заждались, но после просмотров передачи с ТВ Светлана что-то передумала ехать. Поэтому итог мероприятий по срыву ВНС нулевой. И с момента его объявления ни одной крупной акции не было проведено, а фокус мировых СМИ постепенно сползал в сторону России. Между тем, организаторы белорусского переворота оказались лучшими друзьями Навального. И когда уже в России начали скидывать Путина под песню перемен, с теми же сцепками, и по точкам сбора, которые рассылало американское посольство, даже у самых радикальных поклонников Тихановской появились некоторые сомнения. А ведь за полгода переворота так и не стало понятно, как именно мы будем жить в случае их победы. И пока наше правительство готовило программу экономического развития для ВНС, оппозиция четко следовала тактике не давать никаких программ. Ими раскручивалась только тема насилия, которую организаторы оценивали как наиболее эффективную. И вот здесь посмотрите, как четко изменились акценты. В России вчера это был протест против Дворца Путина, а сегодня уже против насилия силовиков. То есть программы и здесь, и там никому не интересны. А вот побитые женщины и дети успешно формируют агрессивную повестку. Именно поэтому белорусский переворот все время пытаются вернуть к старому формату, чтобы получить новые жертвы от силового противостояния. Вчитайтесь в этот текст. Лохи, петушье, зверье, отребье. На кого рассчитана такая лексика? На невероятных женщин? На девушек с лентами? На пенсионеров? Или все-таки на уголовников и провокаторов? Хочу сказать пару слов тем, кто спустя полгода читает подобные каналы и по каким-то причинам до сих пор поддерживает протест. Вашу экономическую программу сократили до мешка с продуктами от поляков. А ваши лозунги до призыва «бей мусоров». И все проблемы Беларуси оказались глубоко в фиолетовую мировому сообществу, про которое ваши СМИ орали из каждого утюга. Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины. А теперь, после победы Байдена, наш регион медленно сползает к полноценной горячей войне. Если вы это понимаете и все равно готовы играть роль зажигательного снаряда, предать собственное государство и быть проводником чужих интересов, не удивляйтесь, если на улицах однажды появятся танки, а по телевизору вместо Григория Озаренко начнут крутить «Лебединое озеро». С вами был Андрей Лазуткин и первый выпуск «Занимательной политологии».